Торговые сети продлевают 10% скидку на социально означимые товары до конца года. Инициативу поддержали 17 компаний. Приобрести дешевле мясо, хлеб, молоко и овощи могут пенсионеры, многотетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума. Новый вид мошенничества набирает обороты в интернете, на этот раз через кинотеатр. Один из вариантов девушки под предлогом знакомства пишут в соцсетях и зовут на фильм. Присылают фейковую ссылку на оплату билетов. Самый надежный способ не попасть на удочку – купить плитки в кассах заведений. ГАИ на выходных усилит контроль. Акцент наряда ДПС сделают на бесправников и нетрезвых водителей. Госавтоинспекция призывает сообщать в милицию о нахождении состояния угольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов, поведение которых небезопасно. В Беларуси за прошлом неделю утонуло 30 человек. В первый день лета – 42. Среди них три ребенка. Основная причина – беспечность, алкоголь и несанкционированные пляжи. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально оборудованных местах. При температуре воды не ниже плюс 18 градусов. Особое внимание – детской безопасности. Бобруйский готовится встретить участников Международного фестиваля народного творчества. «Вино в дружбу» пройдет уже в 16 раз. Фестивальные дни с 23 по 27 июня в программе – парад участников массовой гуляния, выставки, ярмарки, мастер-классы, театрализованные постановки, творческие лаборатории и научно-практическая конференция.